Вот наш балкон начинается. Посмотрите на его состояние. Елена живет здесь уже около 40 лет. Помнит, как этот дом по адресу Семеновская 3А признали непригодным для жилья еще в советское время, когда рядом рухнуло такое же старинное здание. Но из аварийного дома жильцов так и не расселили. После распада СССР про них попросту забыли. Люди вынуждены жить в постоянном страхе, ведь неизвестно, сколько еще выдержит эта постройка 1864 года. Вчера произошло очередное обрушение. Балкон находится на третьем этаже, жилой дом. Мы через этот балкон попадаем в свои квартиры. У нас находится вход в наши жилые помещения. Вчера произошло обрушение. Упал большой кусок балкона. Мы вызвали спасателей. Спасатели вчера подъехали, огородили территорию. Куски балкона, который упал, вот они находятся, вот вы их видите. Спасло то, что обвал произошел рано утром, когда в проходном месте никого не было. Но днем здесь всегда многолюдно. Рядом не только офисы и магазины, но и детская спортивная школа. А еще к памятнику архитектуры в районе Миллионки постоянно водят экскурсионные группы. С Китая, с Кореи люди приезжают. И вот это вот показывают им. Они здесь проходят, хихикают. Кто хихикает, кто там улыбается. Ну то есть это, блин. И это Россия. Каждый день с понедельника по воскресенье целый день проходят детки маленькие. И здесь, именно вот здесь они проходят. И эта арка опасна тем, что здесь не было освещения еще до недавнего времени. В прошлом году здесь было нападение на ребенка. Жильцы дома обращались и в жилищную инспекцию, и в жилфонд, и в департамент культуры. Но внимания на серьезную проблему никто не обратил. Помощи не последовало. А управляющая компания Фрунзенского района юридически отказалась от обслуживания дома еще 1 апреля прошлого года. По этой причине люди даже обращались в прокуратуру, чтобы очередной зимой не остаться без отопления. Вот так вот мы живем, вот так мы с нашими детьми попадаем к себе в помещение, в свои квартиры. Квартира у нас тоже находится в аварийном состоянии. Что наши балконы, посмотрите, постоянно обрушаются. Такое же состояние у нас в квартирах. Сегодня поддерживать 150-летнее здание жильцы стараются своими силами. За свой счет ремонтируют крышу. Аварийные работы проводит только муниципальная управляющая компания «Центральная». Но старожилы уверены, такими мерами дом уже не спасти. Это лишь небольшая часть смертельно опасного пути, который жильцы этого дома каждый день преодолевают, чтобы просто попасть в собственные квартиры. Ситуацию с домом усугубила и недавняя стройка. Здесь постоянно ведутся работы, идут вибрации, и, соответственно, дом рушится все с новой и новой силой. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.